Россия и Украина за два с половиной года полномасштабных боевых действий потеряли убитыми и ранеными более миллиона человек. Такие оценки дает The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на осведомленные источники пишет, что число погибших украинских военных составляет около 80 тысяч, пострадавших — 400 тысяч. В вооруженных силах России убиты примерно 200 тысяч человек, ранены — тоже 400 тысяч. Российскую армию при этом продолжают сотрясать скандалы. В середине сентября российские Z-паблики начали активно распространять видеозаявления двух российских военнослужащих о наркоторговле в полку. Сообщается, что вскоре после этого их отправили на штурм, откуда те не вернулись, рассказывает Роман Перл. Это сообщение, вы понимаете, я записываю, потому что очень велика вероятность для меня не вернуться из этого штурма. Кадры с двумя российскими военнослужащими появились в Z-каналах на прошлой неделе. Сергей Грицай по прозвищу Эрнест и Дмитрий Лысаковский, которого называли Гудвин, критиковали командира полка по фамилии Пузик, да и всю верхушку российской армии. Они обвиняли офицеров в ведении договорной войны с Украиной и даже в наркоторговле. В частности, некто Сергей Вячеславович Смолкин со своей замечательной девушкой Кристиной Леонидной, не знаю, как бы там по фамилии, занимается торговлей наркотой, с которой, безусловно, имеет процент все командование, ну, как минимум старшее, да. Лысаковский утверждал, что военные врут о своих достижениях, и значительная часть захваченных населенных пунктов на самом деле не была захвачена. Лучшие подразделения расформировываются, как это произошло с его отрядом БПЛА дальней разведки. А неугодных посылают на так называемые мясные штурмы, с которых обычно не возвращаются. Если вдруг случится так, что с нами что-то пойдет не так, не тем боком, если мы оттуда не вернемся, или хоть один из нас не вернется, то второй даст показания, почему получилось так, а не иначе. И если мы не вернемся оба, значит, эта запись будет доказательством того, что мы оказались правы. Лысаковский и Грицай не вернулись. Их убили в Донецкой области украинские военные. А в сети началась настоящая информационная война между зет-пабликами с одной стороны и пропагандистами с другой. За пузико вступился даже Владимир Соловьев. Вы вообще кто? Вы ошибаетесь и врете, сволочи! Еще и клевещете! И вопрос, кто вас подпускает к линии фронта? Скандалов в российской армии, воюющей в чужой стране, становится все больше. На этой же неделе стало известно о Сергее Егорове из Якутии. Его жену убили, пока он воевал в Украине. Сергей решил вернуться, чтобы заботиться о приемной дочери. Но в военкомате ему пригрозили принудительно вернуть на фронт. А в органах опеки и вовсе заявили, отдавайте дочь в детдом и езжайте защищать родину. The Wall Street Journal оценивает количество потерь российской армии в 600 тысяч человек. 200 тысяч из которых погибли, а 400 были ранены и не смогли вернуться на фронт. Оставшихся российскому руководству явно не хватает для участия в наступлении. Жены военных говорят, что не видят своих мужей уже годами. В эту субботу они собираются выйти к Минобороны. Чтобы пообщаться с министром обороны и все-таки вернуть наших мужчин домой живыми, целыми и невредимыми, пока это возможно. Потому что их психологическое состояние также вызывает массу сомнений, массу тревог и беспокойств. Впрочем, девушка, закрывающая лицо, не говорит о прекращении войны. Она предлагает Министерству обороны вернуть тех, кто уже долго на фронте, а вместо них набрать еще мужчин. Пусть другие повоюют. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарайчашникова. На видеосвязи с нашей студией военный эксперт Игорь Левень. Игорь, здравствуйте. Приветствую. С вашей точки зрения, можно ли говорить, что затянувшиеся военные действия всегда и везде неизбежно приводят к появлению каких-то коррупционных практик? Не только причем на гражданке в мирной жизни, но и за линией фронта? Коррупционные практики появляются всегда там, где у вас имеется количество демократии и прозрачности. Военные структуры, они максимально недемократичны и непрозрачны. Когда у вас происходит война, и все можно списать всегда, ну, война и боевые действия, целесообразность, необходимость и так далее, у вас эта непрозрачность возводится в абсолют. Ну, то есть, например, от военачальника ожидается, чтобы он решал военные задачи. Это самое главное. В сухом остатке от него больше ничего другого не ожидается. То есть командование может скрыть глаза на многие там прорехи, грехи, какие-то там сферный характер, ну, так, утрированно. Вот. И если он решает боевые задачи. Если при этом где-то там разворовываются, процветают какие-нибудь полевые бордели, где-нибудь торговля наркотиками, происходят какие-нибудь такие вещи, это высшая команда не интересует. И в демократических государствах существует, как бы, все-таки контроль общества, есть специальные структуры, социальные структуры, которые, в том числе, есть обратная связь с армией, с вооруженными силами. Но даже, скажем, в демократиях нападных государствах, так как армии, это везде авторитарные, вернее, не авторитарные, а вертикальные структуры, недемократические, там тоже подсветает коррупция. То есть коррупция процветает везде в любых таких структурах. Говорим про Россию и тем более про войну. Еще войну такого масштаба, которая, ну, ее не было за времен втором мировой войны, то, конечно же, тут все это можно возводить просто в абсолют, умножая в 10 раз. Вот эти военные, которые, судя по всему, уже погибли, и которые записали свое видеообращение, обвиняли командира и в коррупции, и в поборах, и в наркоторговле, в отправке в смертельные штурмы, они были уже не первыми. По вашим наблюдениям, по вашим сведениям, насколько вообще распространены подобные обвинения в российской армии, и как часто они оказываются правдивыми? Мы постоянно об этом слышали, знали, наблюдали. Но вы понимаете, есть большая разница, когда, знаете, как называемые миссингтурмы отправляют простых рядовых солдат, всегда можно списать на это, ну, что-то где-то там испорченный телефон, или конкретный случай, эксцесс и так далее. А эта история уникальна тем, и почему она такой вот как бы в глазки была придана, то, что это были не просто рядовые какие-то деятели, даже не просто какие-то там офицеры среднего звена, и даже не какие-нибудь медийные, а очень медийные, это, ну, фактически ломы были лидеры мнения, плюс уважаемые в Z-среде вот этой, которая поддерживает войну и так далее. То есть, и они фактически озвучили в своих предсмертных этих вот записях характерные черты, которые как раз приписывали вот российской армии, ну, как ямы, казни, местные штурмы, ну, казни, имеется в виду, когда посылают фактически в один конец неугодных, вот, торговли наркотиками и вот эти все коррупционные схемы, ну, такие, ну, это даже не называется совсем коррупционными схемами, понимаете, одно дело коррупционная схема, то есть религия тоже есть коррупция и коррупционные схемы. Но тут как бы уровень такой, вы знаете, вот когда у вас есть в древние времена нашествие варваров, и есть эти варлорды, которые оселены на земле где-то, вот они делают какую-то совсем жесткую дичь. Здесь очень вхоже на это, то есть когда у вас фактически военачальник занимается, ну, торговля наркотиков, и там же они не просто торговля наркотиков, там есть целая схема, то есть там есть люди конкретно, занимаются, то есть есть те, кто получают с этого определенный процент, и есть те, кто это все покрывает. Это все вершина измеря на самом деле, потому что мы хорошо знаем, что во многом война Кремль развязала в 2014 году против Украины, в том числе разграбление от Донбасса, мы знаем, что мы бы спиливались с завода, начиная от маленьких копов на каких-нибудь вот этих, до больших шахт, ну, и до всех предприятий, и увозились в Россию еще с 2014 по 2022 год. Все это происходило, естественно, нелегально, коррупционно, сама как бы ЛДНР, ДНР были нелегально созданы, и Россия не признавала, что там находится, то есть там все как вертелось. И даже если мы берем, припарировать всю систему, вот тамошнюю, оккупированный Донбасс, если посмотреть даже на элиту, мы тут же пушили на то, что МММ, и были вчерашние мошенники, вчерашние бандиты, вот разного уровня, ну, как раз Донбасс прославился своими бандитскими группировками, которые Кремль их аккумулировал, ФСБ и так далее. И поэтому это некая уникальная ситуация. Просто война такого масштаба не позволяет, как я уже сказал, умножить этого 10-13 и сделать еще более схемы. Ну, и это еще касается того, что захваченная территория, куда приходит Россия как раз вот на юге Украины, на Донбассе, вот это позволяет им вот расширять свои эти вот схемы, используя не то, что получилось разрушить, не то, что получилось уничтожить население, которое получилось взять свой контроль там и так далее. Ну, даже просто банально можно нереальный распил устраивать, просить у Кремля деньги на восстановление какого-нибудь очередного полностью разрушенного населенного пункта, ну, естественно, пустить на восстановление 20%, 80% положить себе в карман. Это самое, опять же, в верхней части Айсбурга. Или сказать, что в него прилетел дрон или какой-нибудь артиллерийский снаряд, и все надо восстанавливать за ним. Конечно, конечно. Всегда можно потом все списать, что куда-то что-то прилетело и что-то где-то взорвалось. Эта война нам позволяет идеально все вещи делать. Можно, ну, самая простая коррупционная схема в войнах, до масштабов, которые в России происходят, вот там, в СССР, это детский сад. Это когда вы просто торгуете оружием и просто списываете, что оно просто было использовано. И вы никак это не проверите, вы никак не можете узнать, сколько и куда гранат было использовано, потому что никто не ходит за солдатами и не считает у него количество гранат у него в подсумке. Игорь, скажите, пожалуйста, тем не менее, на ваш взгляд, что сейчас должно произойти? Это же скандал, были приведены какие-то конкретные сведения, конкретные факты. Должен ли кто-то их проверять? Не знаю, военные следствия должны ли и могут ли наступить какие-то последствия для командиров? Ну, давайте представим себе идеальную какую-то ситуацию, не знаю, и что, а что будет вот в этой ситуации, в неидеальной? В идеальной ситуации вся эта система была не такой, и Путин бы не начал бы эту войну. То есть нужно понимать, что мы не можем говорить о том, что вся система была гнилая, но конкретно здесь у нас есть один кейс, который мы можем исправить. Система характерна, любая система характерна тем, что она сама себя воспроизводит и сама себя сохраняет. Поправьте меня, я не проверял, может быть, я ошибусь, но, по-моему, Соловьев уже его как-то этого пузика, который злой, который отправил на местной штурм, их этих двоих, по-моему, Соловьев уже как-то его защищал, и как-то его записывал в какую-то передачу, что-то такое, что-то там было. Нет, это же российская армия, мы хорошо знаем, что, например, те, которые сейчас иллюстрируют из окружения Шойгу после того, как его сняли, и же иллюстрируют не за эффективность или что-то такое. То есть конкретно... А за лояльность вы считаете, что вот эти коррупционные дела... Лояльность неугодная, да, конечно, просто статья за коррупцию, она идеальна, как в России там на таком уровне воруют все, когда вам нужно просто убрать неугодного чиновника или военного деятеля в высоком уровне, вы легко можете убрать его как-то за коррупцию, потому что найти не коррупционеров просто физически невозможно. Хорошо, а вот в условиях войны, ну или, как там в России говорят, специальной военной операции, для военного командования, руководства, что является большим проступком командира, ну какие-то там вот содержание притонов, воровство или ложная отчетность о боевых успехах, как вот это было, если верить в истории с захватом лысовки, который не произошел? Ложная отчетность, конечно же, потому что любая армия, даже если она прогнившая и со скрипом работает, она должна работать по принципу решения боевых задач. Если я лучший стоящий командир, у меня вот лежат два эти рапорта, которые вы назвали на столе, вот тот рапорт, где продали меня очень интересовать, будет, я бы даже его одобрю, на самом деле, с точки зрения российского генерала и так далее. А в трапорт, что мне врут, насчет занятых, захватных и так далее, вот это да, это критическое решение боевых задач, и меня бы интересовало, чтобы мне не врали, не доносили, вот то, что действительно происходит. Хорошо, но в таком случае, на ваш взгляд, как ситуация с вот этой ложной отчетностью, она, ну по захвату лысовки той же, отражает общие проблемы российского командования на фронте. Они вообще влияют, вот люди, которые сидят в штабе, могут влиять на то, что происходит на земле, условно говоря, они понимают, что там происходит на самом деле? В определенной степени, конечно, понимают. Ну, все-таки мы же понимаем, что речь идет не про начало 19 века. Вот, когда у вас, если гонец с письмом не доехал, то вы сидите, может, сидите целую неделю, ничего не понимая и в неведомо. Нет, понимают, конечно, вот, но не на таком макроуровне. То есть вы понимаете, тут же важно для Кремля глобально, вы обняли с такого уровня, кремль, да, эти люди, которые там сидят, генштаб, им глобально ведь им не имеет значения захвачить Нью-Йорк, населённый пункт 3 не захвачен, никто о них никогда не слышал и не знал. Да, или какая-нибудь Маринка, которая была захвачена Россией, была стёрта вообще в пыль, её не существует. То есть это просто, даже не руины, там сами руины рассыпались именно в песок, это стало просто как плоское поле. Это вообще не интересует никого в Кремле, их интересует процесс, им важно, чтобы война продолжалась в Украине и ушла за пределы Украины. На уровне этого Белоусова, например, данного министра обороны, его не интересует, занята Маринка или не занята Маринка, ему это неинтересно, абсолютно, вот, ему плевать. А вот там на местах среднее звено, мы видим, понимаем, они понимают, что завтра их могут, например, всё это прекратить, я уверен, что там люди не идейные, они принимают запросто, вот, как бы, хозяева в Кремле могут это всё плавать, прикрыть. Они же все верят в договорнички, в теории заговора, будет договорничок между Западом и Россией, всё это прикроют, и их всё куда-нибудь, в лучшем случае, если они иллюстрируют, то куда-то отправят. Когда-то успеть награбить и построить свои, как бы, схемки, там, вот, и чем они занимаются. То есть вы считаете, что это миф, будто Путину докладывают что-то хорошее, о том, какие успехи делают российские военные на фронте, и он не знает никакой альтернативной информации, да она и никому и не нужна, потому что, как вы сказали, война ведётся ради самой войны. — Прикладывают, конечно, но не такой уровень. То есть нужно понимать, что он был более широкими мазками. А он как-то, кстати, Путин, по-моему, полгода или даже больше назад сказал, у нас всё идёт хорошо, вот у нас захвачены большие территории, он там широкими мазками чуть ли не от Одессы до Харькова назвал. Без Одессы и Харькова, потому что он хорошо знает, что Одесса и Харьков не захвачены. Ну, то есть его не интересовали, опять же, уровень как-нибудь сёл конкретно. То есть вот просто он знает, что юг захвачен, там идут боевые действия. То, что там продвинулись на 5 километров вперёд, на 5 километров назад, это не тот уровень, который Путина интересует. Ну, как бы, это ему и плевать, потому что во счёт. — Ну, ему война нужна ради самой войны? Или он действительно, как вы думаете, держит какую-то картинку идеальной, большой вот этой России, которая наследница империи и Советского Союза, и вот всех сейчас он соберёт назад под свои вот эти ручищи? — Это же про это было сказано, и про Мюшкинскую речь Путина, и про все эти, немножко больше, от городских легенд до более объективных и реальных каких-то вот вещей, излечений о том, что развел Советского Союза до самых страшных геополитических катастроф. Вот и там, потому что русский народ оказался разделённый, вот, самый единственный большой, который разделённый был по разной стороны границы и так далее. Ну, это же из песни слов не выкинь, что это всё сказано. Но вместе с тем Путин сиборит, это хорошо известно, ну, по всем этим расследованиям, дворцы его и так далее. Это запредельно роскошная жизнь. То есть он любит хорошо жить, это хорошо понятно. Вот. Очевидно, что в 22-м году они рассчитывали очень быстро провести, так называемая, спецоперации, что-то всё быстро закончилось. Вот воевать и так настолько долго, настолько много, вот, зажигая всю свою армию, ну, буквально, в своём смысле слова, зажигая технику советскую накопленную и так далее, они не рассчитывали. То есть как-то он с этой, как бы, войны хочет соскочить, но, оставив награбленное, естественно, соскочить, но сохранив за собой и Крым, и Юг, и Донбасс, это как минимум. Ну, и, конечно же, там, по Конституции России, они же аннексировали, в том числе и Запорожье, и Херсон, это тоже территория, как бы, России, с их точки зрения. Вот, сохранив это за собой, и плюс ещё, как приятный бонус, это, там, демилитаризация Украины, чтобы урезать ей армию, допустим, в неблоковую статус, чтобы она не уступала в НАТО и так далее. То есть, в двух стульях сразу сидеть, как бы, и соскочить с этой войны, как-то всё-таки, закончить её как-то, но при этом так, чтобы сохранить лицо и сохранить награбленное. Но это, судя по всему, не получится у него никак в текущих обстоятельствах. Да, не получится, и, мне кажется, что они прекрасно об этом понимают, и он прекрасно это понимает, но все эти чехрада перестановки, то, что Швейгу убрали, Белософск поставили, и начали чистить всю команду, которая годы сидела, занималась там. Это же всё с этим связано. Если бы у него всё хорошо было, он бы не трогал бы Швейгу, ну, так как он наяли. Вот, он бы его не трогал. Давайте всё-таки от Путина вернёмся к Пузику, с которым мы начинали. Вы сейчас как оцениваете шансы на то, что против него возбудят в России уголовное дело? Вот за всё то, что он совершал и совершает сейчас на фронте? Я бы не хотел гадать. Это как гадать на кофейной гуще, потому что, как я уже сказал, в России, если, допустим, у кого-то привлекаются коррупцию, это не за коррупцию. Коррупция — это всего лишь повод. Ну, ты должен понимать такую вещь, что этот злой, этот Пузик, он же не сам по себе. Кто он там у нас? Командир полка. Полка. То есть это даже не командир дивизии. То есть есть люди, которым он подчинён. Но они что-то не в вакууме существуют. Но они что-то же прикрывают, вероятно. Да, переплетённые. То есть это вы не можете просто взять и одного убрать. Значит, надо и других потом шесть. И такие системы, они характерны круговой порукой. Как смогли разворошить всю систему Шойгу? Убрали его, самого выбили абсолютно. Это решило другого человека. И дальше начали уже саму систему убирать. Здесь тоже. Если речь идёт уже, то как-то подвинут, уберут этого злого, то это значит, что должны будут подвинуть и командир дивизии, и других, которые на местах. Опять же, система вся с интеграцией первого-второго корпуса ДНР и ЛНР в российскую армию, после аннексии и так далее, всякие вещи. Даже большие схемы выстроены. Именно в этой причине он послал их на верную смерть, потому что они, будучи людьми грамотными, старыми, ещё давно этим всем занимались. Хорошо знали всех этих схем. Видимо, он просто понимал, что они слишком много знают. Там решил их убрать. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Военный эксперт Игорь Левин был на связи с программой «Человек имеет право». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова